Уважаемые коллеги, студенты, магистраты! В программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» наш президент Мурстан Абишевич Назарбаев излагает концептуальное видение важнейших вопросов культурно-гуманитарного развития страны. Он формулирует идеи, реализация которых позволит нам стать единой нацией сильных и ответственных людей. Глобальный мир сегодня выдвигает свои требования конкурентноспособности нации, которые нельзя игнорировать. Жизнь стремительно меняется, и если мы хотим быть успешными, то нам необходимо обладать набором качеств, достойных 21 века. Предложенное президентом прагматическое преобразование традиционных устоев при сохранении наследия национальной культуры бесспорно наиболее перспективный путь для современного казахстанского общества. Это два основных приоритета развития общественного сознания. На протяжении всех лет независимости государством уделяется особое внимание формированию национальной идентичности. Пример тому – реализация таких значимых культурно-профседительских проектов, как Магини Мура, Халок Тарихе Токунда, активные участия в которых принимали ученые нашего ВУЗа. Предложенные президентом новой программы Туан-Джер, сакральная география Казахстана, современная казахстанская культура в глобальном мире, признаны раскрыть глубокий исторический и культурный смысл мировоззренческих констант нашего народа. В связи с этим существенно повышается роль гуманитарного знания, способного формировать объективный взгляд на историческое прошлое, национальное самоопределение, стать инструментом духовного единения народа Казахстана. Эти аспекты, безусловно, должны сейчас непосредственно определять научные и педагогические приоритеты ученых гуманитарных факультетов КАРГУ. Не менее важно отказаться от стереотипов, изменить привычки, которые не соответствуют принципам прогрессивного развития современного государства. По мысли главы государства, основой этой трансформации должен стать здоровый социальный прагматизм. Такой диалектический подход к традиции нацелен на сохранение и укрепление роли национальной культуры как фактора созидательного и эволюционного развития государства и общества. Провозглашенный главой государства всеобщий культ образования несомненно повышает ценность университета как центра, продуцирующего новые знания, разрабатывающего технологии трансляции этого знания в общество. Президент акцентирует внимание на том, что для молодого человека образование должно стать самым фундаментальным фактором успеха в будущем. Основная цель такого образования заключается в развитии личности, способной ставить и достигать достойные жизненные цели, гибко и эффективно действовать в новых условиях. Базовые предпосылки конкурентоспособности, определяемые президентом, это компьютерная грамотность, знания иностранных языков, культурная открытость. Их развитие сейчас последовательно поддерживается на государственном уровне посредством внедрения проекта «Цифровой Казахстан» концепции активного трехязычия, программы культурного и конфессионального согласия. Как вы знаете, наш коллектив всегда принимает самое деятельное участие в выполнении задач, поставленных президентом. Концептуальные подходы к реализации программной статьи «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» базируется на основе принципов интегративности исследований, системности, применения инновационных подходов к изучению и популяризации истории и культуры, преемственности в передаче социального и культурного опыта, прагматизма в оценке и отборе традиционных культурных феноменов. Нами составлен план на 2017 год, который включает мероприятия по всем приоритетным направлениям общественной модернизации, выдвинутым главой государства. В числе предлагаемых мероприятий важное место занимает работа по популяризации культурных ценностей и достижений нашей страны через публикацию статей, книг, организацию выставок, создание передач. В университете есть научный задел, который позволит эффективно работать в направлениях, обозначенных президентом. Так, находки археологов в КАРГУ помогают воссоздать богатое историческое и культурное прошлое Центрального Казахстана. Объектами исследований наших ученых являются артефакты культуры сарарки системы древних цивилизаций Юразии. В университете активно развивается литературное краеведение, в рамках которого изданы сборники Бухар Жирал, ученые экономического факультета, активно участвуют в работе по формированию бренда Республики Казахстан с целью долгосрочного развития турецкой отрасли. Преподаватели биолога географического факультета продолжают работу по изучению и сохранению биоразнообразия Центрального Казахстана. Ведется работа по развитию цифрового университета через расширение доступа к электронным ресурсам и оцифровку наиболее ценных книжных источников. Мы активно участвуем в создании методического обеспечения трехязычного образования и 12-летней школы. И, конечно, имея большой опыт работы в сфере языкового образования, сегодня мы сосредоточим наше усилие на обеспечении поэтапного перехода казахского языка на латиницу. На каждом факультете есть научные школы, которые проводят свои исследования. Уверен, что коллектив Карагандистского государственного университета имени Букетова выполнит все запланированные мероприятия. На наш взгляд, это позволит укрепить гуманитарную сферу общества, воспитать новое поколение казахстанцев, способных успешно конкурировать в мире глобального знания. Это будет наш вклад в решение задач поставленных президентом Нурсултана Абишевичем Назарбаевым в программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Сегодня, 15 мая текущего года, ректор университета, профессор, доктор юридических наук Еркин Кинаетович Кубеев выступил с лекцией для студенческой молодежи, а также для профессорско-преподавательского состава университета с целью разъяснения идей программной статьи главы нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также его послания «Глобальная конкурентоспособность», а также «Модернизация общественного сознания». «Модернизация общественного сознания»